Всем привет, ребята! Как вас сегодня много? Тема у нас «Огненная дизайн-прожарка». Напоминаю, сегодня с вами Руслан Бушин, продакт-дизайнер Travel Payouts. И я, Ольга Гачкова, вы меня все помните, я занимаюсь вебинарами. Обычно расскажу чуть-чуть про новости, сделаю небольшое интро в Travel Payouts для тех, кто тут впервые. А затем Руслан будет больше часа рассказывать вам про ваши проекты, будет давать советы, которые подойдут всем, и научит вас общаться с дизайнером на дизайнерском языке. Про Travel Payouts. Да, Travel Payouts. Это крупнейшая туристическая партнерская сеть. У нас больше 60 брендов в сети, таких как Booking, Kayak, Musement, Tripster и Sputnik, всеми любимые. Личный кабинет. Что там есть? Там есть прекрасный дашборд со всеми инструментами, программами, интуитивно понятный, к которому лично Руслан приложил руку. Поэтому спрос с него. Еще у нас есть крутая база знаний, где есть ответы на все ваши вопросы и тратит наши афилиаты. Если вам интересно, скоро ссылочка появится в чате. Сейчас передаю слово Руслану. Моя часть закончена. Руслан будет шарить экран, поэтому за чатиком в основном буду следить я, поддержка и Лиза, из команды Travel Payouts. Поэтому, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. И, Руслан, добро пожаловать. Спасибо. Спасибо, Оль, за вступление. Всем привет. Ну, начнем с того, что вы прислали какое-то огромное количество сайтов и даже продолжаете присылать их сейчас. В этом смысле, на самом деле, не очень много, потому что, чтобы их посмотреть, пришлось потратить очень много времени, дней, сил. Вот. И что сегодня, как мы сделаем? 200 сайтов мы, естественно, не посмотрим, и те, что вы прислали, тоже не посмотрим. Но посмотрим какие-то сайты, которые я выписал, которые я посмотрел. Вот. И они будут разделены по категориям. Первая категория будет подборки, подборки билетов, подборки отелей, ваш там, эти, как они называются, картинки в соцсетях, опять же, с подборками цен. Вот. Следующие будут блоги, довольно большая, обширная такая тема. Там будут блоги и проекты под трафик, такие, знаете, типа миллион статей, и там куча виджетов. Будут такие примеры. И будут white label. Поэтому не расстраивайтесь, если вашего сайта не будет. Попробуйте узнать себя, узнать свой проект в каких-то тех проектах, которые я буду показывать. Вот. Сейчас я зашарю экран. Раз, 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 раз. Ага. Окей. Давайте начнем. Первая у нас категория – это подборки. Вы знаете, ну, может, TravelBelka, вы слышали такой сайт. У кого подборки, ребят, напишите плюс в чат, у кого подборки. Я сейчас вам покажу, что это такое. Первый сайт, он называется budgetworld.ru. Вот подборки – это что-то такое. Такая карточка, направление и цена. Вот напишите плюс в чат, у кого подборки. Вижу раз, два, три человека, четыре. Ну, вот, вот, понимаете, у вас... О-о-о-о, я уже даже не буду считать, вас так много. Окей. В общем, первый сайт – budgetworld. И что мы здесь видим? Ну, кстати, да, я хочу сразу пооправдываться. Некоторые вещи, которые я буду говорить, они будут такие субъективные. То есть мне, может, не нравится чисто какая-то вкусовщина, какие-то вещи я буду говорить объективные. Я постараюсь говорить вам, на что действительно обращать внимание, а что чисто как бы на мой вкус не очень. Вот на мой личный вкус вот эти тонкие шрифты – это не очень. Но вы можете со мной не соглашаться. Вот. Давайте про подборки. Здесь мы видим вот этот сайт-бар, который уже давно... Мы сегодня про сайт-бар еще много поговорим, который не то чтобы полезен, у людей уже давно сформировался, это баннерная слепота, его не видят, он никому не нужен, он мешает. И вообще, представьте, кто будет делиться. Ну, типа, кто будет делиться? Я не представляю. Я не знаю такого человека, кто будет делиться сайтом в своих соцсетях просто так. Вот. Давайте про конкретные карточки. Что здесь плохо? Плохо здесь то, что мы видим все одной строкой. Здесь очень сложно сегментировать откуда, куда и по какой цене. Если ты прям конкретно не смотришь, я вот даже не могу. Так, Питер, Москва, другие города, Лондон. От двух... Ну, короче, какая-то странная подборочка. Она типа из нескольких городов. И я не сразу, понимаете, мне пришлось приложить усилия, чтобы для себя разделить эту информацию. О чем это говорит? Это говорит о том, что если вы делаете подборки, вы должны сделать карту, такую карту, в которой будет отдельно заголовок, отдельно там направление, отдельно, допустим, количество дней или ночей и отдельно цена. И тогда вам будет очень легко, не вам, а вашим пользователям будет легко понять, увидеть вообще, что за там подборка, стоит ли вообще на нее внимание обращать. Потому что здесь, ну, даже цену очень сложно увидеть, а обычно, ну, люди вот так пробегают, они даже не читают, они просто цены смотрят. Так, 8К, ну, это мне подходит, наверное. Смотрим, Чехия из Москвы, 8К. Ну, неплохо. Вот, например, так происходит. Считываться должно быстро, а здесь сделано все для того, чтобы тяжело считывалось. Вот, давайте внутрь зайдем. Ну, здесь у нас такая... Я не знаю, как они создаются. Может быть, вручную. Может, это там есть какой-то шаблон, куда забиваются направления или еще что-то. И здесь, как бы вам сказать, здесь такая верстка. Верстка я в плане того рассказываю, как вообще выглядит контент внутри, да, как пишется текст, какие здесь есть элементы. И вот здесь как-то разбито. Ну, вот вы на это смотрите, вот на это все, вот с сайтбаром, вот с этим вот. И вам не кажется, что вы не знаете, куда смотреть? Ну, а что здесь делать? На что нажимать? Здесь все пестрит, и это все нерелевантно. Где здесь вообще информация о том, что было вверху? От 2 200. И сам прикол, вы найдите эту кнопку, где мне за 2 200 купить этот билет. Может, вот это? Может быть, приложение скачать? Понимаете, да, о чем я? Нету целевого действия, нету кнопки, нет сегментирования информации. Здесь просто накидано. Причем проект ведется, вот 29-е, сегодняшнее число. Люди работают, делают, но здесь просто неудобно найти эту информацию. Поэтому, если у вас что-то похожее, пытайтесь сделать так, чтобы вашу информацию можно было легко прочитать. Дайте кнопки, дайте этот билетик, покажите его, где его, черт возьми, купить. И убирайте, убирайте вот это вот безумие, которое позвать друзей, расскажите друзьям. Вот эти соцсети, вообще такое ощущение, их кидают просто, чтобы было, знаешь. Ну, типа, почему бы в соцсети не поделиться? В общем-то, да, может быть, это автогенерация контента, я не спорю, да. Как бы владелец этого сайта точно знает, как это все работает, но даже сгенерированный контент можно генерировать красиво. Можно там ему определенную структуру задать, и чтобы это было не одной строкой, а, как я говорил, уже разделенно. Давайте дальше. Давайте дальше. Следующий сайтик. А, еще есть вот один момент интересный. Ну, неинтересный, но и так. Здесь есть вот эта форма, поисковая форма. И она странноватая, потому что она не всегда по теме. Здесь вообще, смотри, тут билеты, туры, и все это одной лентой такой. Кажется, что это не совсем правильно. Правильнее делать, допустим, писать туры, делать карточки, делать карточки туры, потом ниже делать авиабилеты, делать карточки авиабилеты. Вот так было бы логично. Здесь что-то вообще непонятно, здесь все намешано. И, в общем, вот здесь улучшать можно прям хорошо. Про поделиться в соцсетях. Да, могу быстро ответить, что померьте, померьте, сколько людей ими поделилось. Если у вас, не исключаю, если у вас люди делятся вашими статьями, какими-то, не знаю, полезностями, которые вы постите, если ими делятся, оставляйте. Если увидите, что у вас за год был один репост, и это была ваша мама, наверное, не стоит эти кнопки использовать, они не нужны. Попробуйте от них избавиться, поверьте, у вас сайт не развалится от этого. Окей. В общем, про форму, да, форма должна быть релевантной. Ну, пусть будут авиабилеты, вообще, не знаю, не знаю. Мне как-то она не очень нравится, потому что она ни к селу, ни к городу, она даже непонятно, на нее вообще жмут, или сюда ради формы приходят, или сюда ради подборок приходят. В общем, такое. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Опа. Trip for Cent. Это тоже подборка. Это тоже такой же тип. И здесь чуть-чуть, вот, самый маус лучше, потому что здесь уже есть такие короткие карточки, они больше подходят под подборки, но все равно здесь, как сказать, вот эта статейная тема, знаешь, здесь это больше похоже на статьи, чем на подборки. И тут непонятно, хорошо это или плохо, но, в принципе, проблемы те же самые, что и на прошлом сайте. Здесь также не видно ни фига цену. Есть этот сайт бар, есть вот этот травелата, просто, вот просто баннер. Сегодня 2020 год. Кто вообще кликает на баннеры, кто кликает на виджеты, которые вообще ни к чему не относятся, мы про это тоже поговорим. И вообще такая сквозная тема будет, что сайт бары, ребята, сайт бары — это скорее бесполезность, чем вообще что-то хорошее. Вот, здесь долго, в принципе, говорить не о чем. Я сейчас посмотрю в своей подсказке, что я про этот сайт писал. Окей, да. На сайт бар поругался, да, вот это облако тегов тоже, это очень смешное вообще недоразумение. Напишите плюс в чат, кто тыкает по облаку тегов. Может, я ошибаюсь? Может быть, облако тегов — это офигенный инструмент. Все, кто плюс написал, они врут на самом деле. Окей. Про внутренности. Про внутренности. Вот когда вы в тур заходите, когда вы заходите в тур, вот давайте еще раз, давайте еще раз. Тур в Чехию из Москвы. Окей, супер. Зашли. Вот здесь вот какой-то непонятный раз заголовок. Здесь какой-то два заголовок. Вообще вот эта вот вся часть, она как-то сверстана очень странно. Да, поймите правильно. Я придираюсь сейчас к визуалу, хотя это не так важно, потому что это все, может, люди там пишут просто в свои поля, в input, и это все генерируется, и вообще всем пофиг. Но это просто некрасиво. Да, вот эта вся часть, 50% добрых экрана, она вообще ни о чем не говорит. Такой маленький бесполезничек. Хотя здесь есть что? В Чехию из Москвы с вылетом даты. Вот смотри, здесь есть даты. Вы бы вообще увидели даты, если бы я не сказал? Я думаю, что нет, вы вообще не читали этот текст. Потому что, ну, никто не читает такое. Это не кажется информацией, которая важна. Окей, тура в Чехию, пойдем дальше. Пример тура, и здесь скриншот. Ну, люди делятся скриншотами. Это как бы реферальная ссылка по скриншотику. Ничего, в принципе, плохого. Единственное, что на экранах, на экранах, которые там с высокой плотностью пикселей, которых там до 4К и так далее, мониторы, на них эти картинки, они немного такие мыльные, знаете, такое мыло создается. Ничего плохого, в принципе, пусть будет, но они как-то, так знаешь, по центру стоят, устроение по центру, текст сбоку. Это все вот такое разбитое. Это вот тоже я придираюсь к визуалу, но вот такие вот, из таких мелочей, оно же все и происходит, да? Ты там мелочь поправил, там мелочь поправил, у тебя офигенный сайт в итоге. А здесь немножко так, знаете, не знаю, не знаю, как это сыро, сыро сделано. Но зато вообще где за 8700 мой тур? 17 тысяч 23. В общем-то даже тура нет. Ну ладно, это не важно. Вот, кстати, здесь хорошая верстка, смотрите. Очень хорошо сверстана, есть заголовок, необходимая шенгенская виза капсом. Прикольно, это хорошо, что это выделяется. Получить чешскую мультивизу. Короче, вот здесь вот этот блок прям хорошо сверстан, такое ощущение, что разные люди сделали вот эту часть, вот эту, и вот эту часть. Прямо вот это прям хорошо сделано. Потому что здесь есть акценты, понимаете? Ну, почему здесь есть акцент, да, на температуру воздуха днем, но нет акцента на февраль и 4 ночи? Ну, не знаю, так себе, так себе. Окей. Экскурсии в Праге, в принципе, это релевантно, потому что ты как бы ищешь в Чехию, и поэтому экскурсии вполне себе могут здесь быть. Этот виджет норм. Норм здесь. Ну, здесь опять вот эти нижние... Это вообще у очень многих нижняя часть статьи, они какие-то... Они вообще странные. То звездочки, то лайки, то поделиться. Мне вот это... Мне это не нравится, потому что это бесполезная информация. Это когда-то там кто-то придумал в темах это делать, чтобы вам казалось, что у вас статья красивая, но... Нет, это некрасиво, и более того, это бесполезно. Дайте человеку пользу. Не давайте ему вот этот вот дизайн ради дизайна. Окей. Давайте следующий сайт. Следующий будет уже хороший пример. Будет хороший пример, как уже стоит делать, в принципе. Хорошо. В общем, TravelBelka. Кто-то знает этот сайт, кто-то не знает. Но здесь тоже подборки, и здесь уже все лучше с этим, потому что есть картинки, кстати, очень мелкие, на них плохо видно, но на них видно цену. Это, как я говорил, люди по цене. Вот видите, тур от 50 тысяч. Даже непонятно куда, ты себе по цене сначала выбираешь, а потом уже летишь, да, выбираешь. В общем, здесь правильно. Здесь хорошая сетка, да, три карточки. Здесь видно цену. Не всегда тут картинки, конечно, ну вот, да, вот эта картинка, на ней даже текста не видно. Ну, такое себе. Это пример того, как хорошо делать карточки. Вот эта верхняя часть, но обсуждать... Не знаю, стоит ли обсуждать. Типа вот эти кнопки, они мне не нравятся, они дублируют то, что здесь сверху. Может быть, по ним кликают. Может, это меню даже лучше, чем это работает. Не знаю. Здесь вот это вообще шрифт не в тему. Может, он просто у меня не загружается. Не знаю. Давайте зайдем в Прагу от 8000. Мобильных версий не будет, ребят. Мобильные версии – это очень сложные. Плюс, как я вам буду стримить мобильную версию? Короче, поймите правильно, мы мобильную версию не сможем обозреть на данном вебчике. Это не то же самое. Сужать – это не то же самое. Я не буду этим заниматься, потому что это очень много времени. Сорян, будет только десктоп. Идем, 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 идем. В общем, здесь тур, здесь уже картинка побольше. Картинки, кстати, уродливые. Мне вообще не нравится. Цвет, во-первых, какой-то грязный. На нем черный вот этот вот... Короче, мне просто не нравится. Реально, мне не нравится. Была бы здесь реально крутая картинка Праги. Было бы там какое-нибудь затемнение, чтобы текст хорошо было видно и было бы лучше. Опять же, вот эти сайтбары. Тоже я потом еще поматерюсь на них. Здесь уже сверстана на самом деле хорошо, потому что здесь написано в Прагу, написано 4 ночи, выделена дата, чего не было на прошлых сайтах, что включено. То есть здесь уже, ну, поработали над контентом, поработали над тем, как пользователь будет это все видеть. И есть сразу на одного купить тур. Кстати, не очень... У них такое у тех кнопок ощущение, что они не очень относятся к этому туру, потому что нет цены. Они как-то отдельно стоят. Ну, я думаю, что пользователи привыкли. Если они часто заходят на сайт, то они, конечно, привыкли к этим кнопкам, но они у меня вызывают такое ощущение, что они стоят немножко не в том месте, они как-то задушены. Во-первых, они задушены вот этим огромным виджетом, во-вторых, они задушены вот этой картинкой, и, в общем-то, на них акцентов не очень много. Даже можем так вот сделать, посчитать, сколько здесь акцентов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, то есть ярких пятен, и, ну, по сравнению со всем фоном, кнопки уже не так хорошо выделяются. Здесь уже, кстати, нормально выглядящий подвал такой. Здесь есть маленькая аккуратная поделиться в Фейсбуке. Тоже не верю, что делится, но, может быть, типа, другу своему скинуть, почему нет. Подпишись, поиски. Ну, это хотя бы сверстанно аккуратно. Вот если сравнить, вот давайте просто сравним вот эту вот разбитую верстку. Разбитую. Подпишитесь, видите, тоже самое подпишитесь. И здесь очень аккуратный блочек, красивый, замечательный. Так, на мобиле уже больше половины трафика. Справедливо, справедливо. В общем-то, здесь, ну, все по этому сделано паттерну. Здесь есть описание, здесь кнопки, есть фотки. Все супер. Есть релевантные виджеты. Довольно хорошие. Ну, опять же, вот это снизу ерунда с цветными кнопками, с этими иконками. Ну, это уже на ваш вкус. Это просто мне лично не нравится. Окей, давайте еще один покажу. Это не афилиатский проект. Хотя нет, это афилиатский проект, кстати. Но я вам покажу, как, до чего можно довести вообще подборки, да. Как они могут выглядеть, если подойти к этому очень круто. Значит, у нас есть подборки. У нас есть только полезные кнопки, типа, хочу без визы, хочу на выходные, хочу скидки по цене или по дате вылета. В общем, очень полезные фильтры, ничего лишнего, да, если мы сравниваем с travel-белкой той же. Ведь это, по сути, тоже, это тоже подборки, да. Ну, здесь вот куча, просто огромная куча ссылок. Здесь вообще нет ничего лишнего. Здесь есть карточки, здесь есть цена, здесь есть сколько дней, здесь есть отличные заголовки, есть описание. В общем, если вы хотите делать подборки реально на каком-то, на уровень выше, то все пока точка.ру – это ваш шанс украсть эти идеи и сделать очень круто. А такое можно реализовать на WordPress? Там же все можно реализовать. Ты же можешь сверстать что угодно. Почему нет? В общем, это очень круто. Здесь есть уже фотки, понимаете, в чем разница? Здесь нет фоток, они не продают тебе Прагу. Что такое Прага вообще? Я даже не вспомню ни одного места в Праге, чтобы захотеть туда поехать. Покажите мне, покажите мне красивые вещи, ради которых стоит приехать в Прагу или еще куда-нибудь. В общем, здесь есть сети, да, есть нормальная кнопка «Посмотреть билет», который вас отправят на Aviasales сразу же, сразу же. То есть ты можешь просто изучать сайт и вообще никуда не идти, сразу покупать билеты. Здесь этого нет. Вы можете со мной поспорить, что, ну, может быть, это не совсем то же самое, но я склоняюсь к тому, что такие сайты с такими подборками, они лучше и выглядят, и, скорее всего, лучше конверт. Вот, давайте внутрь зайдем. Здесь тоже все интересно. Здесь есть очень прикольное такое доказательство того, что цена низкая. Это вот такой вот бар, да, где написано, что цена низкая. Средняя там 4К, высокая 5 тысяч. А сейчас вот есть билет за 3. И этого нет ни в TravelBelk, ни в, тем более, сайтах, которые до этого были. Это полезно, потому что вы так человеку продаете билет. Он такой думает, блин, за 3 тысячи в Сочи? Ну, может быть. И он смотрит, да, и подтверждает свое, что, ну, если не сегодня, если не 2 марта, то когда вообще? Ну, вот, лечу за 3 тысячи. И тут же есть такая штука, чего тоже нет на тех сайтах. Есть билеты на другие даты. Это тоже очень офигенно, потому что можно не угадать с 2 марта. Допустим, у меня там очень важные дела. И есть зато вот такие вот плашечки с другими датами. И вы так можете попасть в... Нет, это не мой сайт. Ну, спасибо, да. В общем, вы можете попасть в даты, которые нужны человеку. Это очень круто. Делайте это. Это не так сложно. Вы так увеличиваете конверсию, понимаете? Ну, и дальше уже не будем. Тут, наверное, какая-нибудь SEO-оптимизация. Ну, в общем, вы видите разницу. Вы видите, что здесь нет ничего лишнего. Здесь нет никаких поделиться. Ничего, никаких, никакого от этого колхоза с картинками нет. Все идеально. Можно сказать, что это идеальный, идеальный сайт-подборка. Вот. Давайте. Это все по подборкам. Немного сайтов. Я вот честно смотрел весь список, который вы прислали. Но что-то подборок было не очень много, хотя вы плюсов написали куда больше. Так, хренак-хренак в продакшн. Хорошо. Вложено немало средств, так что копии будет 2-3 штуки от SEO такого же качества. Есть мнение, что вот эта красота, как на все пока, хорошо работает для тех, кто моложе 40, а для ребят 50+, больше подходит мешанина. Куча букв, типа CTR выше, все такое. Не слышал о таком. Ну, вообще, это справедливо. Справедливо, что всратость иногда она может быть для людей, которые, типа, постарше, они привыкли к этому старому вебу. Это возможно. Это правда возможно. И если у вас такая целевая аудитория, вам никто не запрещает это использовать. Использовать всратое. Но если вы делаете... А можно использовать слово всратое, кстати? Наверное, да. Напишите плюс, если можно, и минус, если нельзя. В общем-то... В общем... О чем это я? О чем? В общем-то, используйте стиль, да. Но не нужно оправдывать... Не нужно оправдывать плохой дизайн тем, что вы делаете его для людей 50+. Ну, это странно. Типа, почему у тебя поделиться в соцсетях две строки сверху и снизу, и еще и в сайтбаре? Да, это для плюс 50. Они делятся, им нравится. Я в это не верю. Давайте дальше. Давайте следующий проект. Не проект, а категория. Следующая категория – это блоги. Это блоги. И, кстати, прикольный момент, короче, я взял сайт, который должен был попасть на эту прожарку, но он не попадет, потому что человек забыл продлить подписку на тильду. И мы теперь не сможем посмотреть на его сайт. Пойдемте, короче. Новая категория – это блоги. Блоги, причем здесь будут как блоги, которые действительно ведутся как контент-проекты, и блоги, которые, или как их лучше назвать, SEO-оптимизированные статейники, в которых будет просто куча статей, и они такие будут не авторские, а просто такие под машины, да, сделанные. Напишите плюс, у кого блог и у кого вот такие вот сайты с оптимизационными статьями. Посмотрим, сколько. Мне кажется, больше всех. О-о-о-о-о-о-о-о. Нормально, нормально. В общем-то, да. Надеюсь, что вам будет полезно это сейчас посмотреть, потому что, ну, опять же, как я говорил, сайты… Все сайты мы не сможем посмотреть, но надеюсь, что вы узнаете свой сайт в одном из тех, которые я покажу. И вот первый, вот этот мир путешествий, вот это для 50+, скажите мне. Это, наверное, для 50+, или я чего-то не понимаю. В общем-то, даже делиться в соцсетях можно сразу на главной странице. 90+, да. Что-то вроде того. Какие здесь ошибки? Ну, ошибка такая, что это олдовая тема. Еще, знаете, на ЮКОЗе такие были. Я не удивлюсь, это вообще ЮКОЗ. Вы знаете, такой ЮКОЗ был? Хостинг бесплатный. Не удивлюсь, что это вот что-то похожее. Тема, какие-то облака, какие-то рубрики. Это все уже устарело. Это вообще никому не нужно. На это никто не жмет. И это душит контент. Я бы вот, если бы мог быстро все это как-то закрасить сейчас, вы бы видели, что как преображаются контентные части этого сайта, если удалить всю эту мишуру. Вы это увидите потом еще на более хороших примерах. Но, в общем-то, здесь это кошмар. Это просто кошмар. Что здесь лучше видно? Напишите, что вы здесь видите больше всего. Мне кажется, что глаза просто не мне за что зацепиться. Они просто мечутся туда-сюда. И вот в экскурсии, да, вот необычные экскурсии. И ты уже не знаешь, это необычная экскурсия по сайту сейчас, или надо просто убежать отсюда. Вы видите это. Очень, очень тяжело ориентироваться на этом сайте. И если вы думаете, ну, у меня же не два сайтбара, а здесь два сайтбара. Вы такие, да, у меня не два сайтбара, у меня один сайтбар. Поверьте, он на 50%, да, снимает вот эту вот дезориентацию, но это все равно плохо. Это все равно мешает. Мешает вашему контенту. Если вы делаете контент, делайте только контент. Не надо вот эти вот сайтбары, не надо вот это все. И даже, наверное, здесь нечего обсуждать. Вы прям суперкруто, что вы все это видите сами, понимаете. Внутрь... Давайте я внутрь еще зайду. Причем ведется проект, понимаете. Есть автор, есть... Это недавнее все. Давайте про... Смотрите, нет сайтбаров. Это, может быть, может быть, у меня от блог сработал. Но видите, как чисто стало. Как чисто, как офигенно. Но давайте про проблемы. Это будет такая тоже сквозная тема проблем блогов. Это очень мелкий текст. Очень мелкий. Понимаете? Мелкий текст, он где клевый? Он клевый, когда вы в чат пишете. Он клевый, когда вы в телеграмчике в уютном общаетесь. Для соцсетей, да? Ну, когда вы пишете контент, его хочется читать. Его хочется читать удобно. Я вот сижу на вытянутой руке, да, у меня экран. Мне тяжело. Мне приходится щуриться, хотя у меня зрение хорошее. Мне приходится... Блин. Отбивки. Каждая строка, новый параграф. В общем-то, здесь... Да, вот реально на кредитный договор похоже. Увеличивайте, черт возьми, шрифты. Не надо их мельчить. Здесь еще есть одна такая ошибочка. Это мелкие фотки. Здесь их немного. Там есть еще статьи другие, где фотки вот так вот так же врезаются. То слева, то справа. И там такой каскад. Фотка, текст, фотка, текст, фотка, текст. Но показывайте фотки. Если вы хотите показать фотку, покажите ее вообще нафиг на весь экран. Намного лучше будет, чем вот такие мелкие, которые даже... Я боюсь, что сейчас произойдет. Ну, меня кинуло вообще на страницу. Ну, вы поняли. Меня даже кинуло на страницу, с которой я вернуться не могу. Настолько здесь все неудобно. Давайте что-нибудь получше посмотрим. Я думаю, вы все поняли, что этому сайту мы ставим дизлайк. Идем дальше. Так. Ага. Вот это, кстати, интересный проект. Интересный. Риночка.ру. Кстати, очень такой личный домен, такой Риночка.ру. Мне понравился. Какие здесь меня зацепили вещи, которые мне не очень понравились? Мне не очень понравилось, что здесь первый экран посвящен поиску, какому-то поиску и вот этим ссылкам. Да, это нужно смотреть. И да, смотрите, как круто грузится эта картинка. Нужно смотреть, кликают это вообще или не кликают, понимаете? Потому что если это не кликают, то это не работает. Это не нужно. И правильно шлю ссылки. Оптимизируйте свои картинки. Окей, но это... Я думаю, что тут еще мой интернет сыграл роль. Но да, картинка грузилась прямо неприлично долго. В общем-то, если на ссылки кликают, окей, нет вопросов, оставляйте ссылки, ваше право. Если пользуются поиском тоже. Но я, честно, я не верю, что пользуются поиском. Вы вот заходите на блог. Вы поиском пользуетесь вообще, нет? Вы пишете? Мне кажется, вы пишете скорее в Google, чем в поиск по сайту. Типа поиск по сайту – это не равно Google. Поэтому вот плюсик, Дмитрий, можешь забрать обратно. В общем, вы поняли. Поиск на сайте довольно сомнительно. Окей, если пользуются, то ладно, пусть будет. Без проблем. Вообще, этот сайт, видно, что делал... Ну, скорее всего, делал прям дизайнер. Потому что здесь прямо видно... Вот видите, такое серое new. Это прямо отдает человекам, который дизайнер. Мне не очень нравятся такие ходы, потому что бесполезные. Но видно, что люди работали, понимаете? Здесь, кстати, довольно... Вот внизу неплохо, сразу актуальный контент. Я об этом еще дальше буду говорить. Но если у вас блог, покажите актуальный контент. Не надо показывать, черт возьми, просто главную страницу, где вы о себе пишете. А чтобы статьи ваши найти, нужно нажимать на 35 ссылок. В общем-то, актуальный контент. Круто. Отлично. Здесь даже сайт-бар, он такой, знаешь, он не то чтобы плохой, да? Даже вот здесь, ну, комментарии. Даже, может, и почитаю на досуге комментарии. Вот эти ссылки оранжевые, они не привлекают к себе внимание, но меня, если честно, они не сильно раздражают, потому что здесь есть довольно большое такое пространство. Хотя, если сузить сайт, наверное, будет хуже. В общем, давайте чуть-чуть ниже еще. Здесь вот это вот, вот это вот, это просто прикол. Ну, то есть это вообще, это какая-то бесполезная штучка, дизайн ради дизайна. Вообще слабо верится, что кто-то вот так кликает, а что-то здесь выбирает. Ну, а если вы видите, что у вас реально прям дизайн ради дизайна, просто удаляйте, это не нужно. Это просто не нужно. Сконцентрируйте человека на чем-то важном, на чем-то полезном. Я так абстрактно говорю, потому что, типа, что полезное? Ну, полезное – это статьи ваши, а не завуалированные какой-то тоже статьи, но непонятно чего, чего к чему. Короче, очень странное решение. Есть популярное, не знаю, может быть, может быть, это имеет смысл выводить популярное. Ну, давайте внутрь зайдем. Ну, там явно SEO-шный трав. Я вообще, честно, я не обсуждаю там SEO-шный трав или реальные люди там читают. Мы это не обсуждаем, это вообще не в, как вам сказать, это не в рамках вообще вот этого вебинара. Мы просто обсуждаем дизайн, обсуждаем, как это сделать лучше. А где это делать лучше? Ну, пусть это будет SEO-шный трав, пусть это будут реальные там люди, пусть это будет просто статейник ради машины набитой. В этом же не суть. Если это люди потом читают, чему бы не сделать это удобным? В общем, здесь меня просто поразило вот это. Вот это меня поразило. Напишите в чат, что меня поразило. Вот угадает кто-нибудь или нет? Это же интересно, а что меня здесь поразило на вот этом вот прекрасной статье? Есть идеи вообще? Цвет. Все верно. Все верно, черт возьми. Это цвет заголовков. Эти заголовки оранжевые, они просто, они просто врываются тебе в глаза и не уходят оттуда. Просто ужасно. Вы сами-то видите, просто сделать нормальный изголовок, вот сделать черный цвет уже будет лучше, но здесь еще есть проблема, и вы не тоже написали в чат, это мелкий шрифт и длина строки. Это длина строки, это просто, по-моему, рекордсмен. Я, скорее всего, посчитал, да. Я посчитал слова до этого вебинара. Тринадцать слов в строку здесь. Тринадцать. Чтобы вы понимали, сколько норм. Ну, восемь. Восемь – это вот, это край. Семь – отлично. Восемь. Ну, восемь – хорошо, разрешается. Но тринадцать – это уже все. Тринадцать слов в строку – это просто кошмар. Ты пока от одной строки дойдешь, ты уже потеряешься. Где там у тебя начало следующее? В общем, да, не делайте длинные строки, не делайте длинный контент. Возможно, он адаптируется. Может быть, я его сейчас сделаю там раз, раз. Ну, кстати, нет. Он вот здесь уже начинает просто еще хуже. Просто еще хуже стало. Ну, в общем, сделайте фиксированно. Сделайте там сколько? Шестьсотдвадцать пикселей ширину контента и делайте. Вот. У вас есть шестьсотдвадцать? Делайте только по шестьсотдвадцать. И также увеличивайте размер шрифта. Здесь он лучше, чем… В общем, здесь чуть-чуть получше, как вы видите. Здесь шрифт побольше. Здесь шрифт побольше, но все равно недостаточный. Я бы вам реально посоветовал делать восемнадцатый шрифт. Восемнадцать. И семь слов в строку. Это прям идеально. Идеально для чтения. Любой человек пятьдесят плюс вам скажет спасибо, потому что ему не придется там ноутбук двигать ближе, дальше. Восемнадцатый шрифт идеально. Для мобилок, если честно, не скажу. Не скажу, сколько для мобилок, но, наверное, поменьше. Там у iOS, по-моему, пятнадцатый шрифт как стандартный. Может быть, семнадцатый и неплохо. В общем, да, какие здесь могут быть итоги. Офигенные оранжевые заголовки бесполезны. Это, понимаете, даже не дизайн. А зачем этот акцент здесь? Зачем этот оранжевый цвет? Что он мне дает? По-моему, он нифига не дает. Полная хрень. Эти оранжевые заголовки просто нет. Не делайте так. И немножко так чуть-чуть глубже про дизайн. У вас очень крупные заголовки, да, но мелкий текст относительно этого заголовка. Это уже немножко про теорию близости, наверное, или что-то такое. Не будем сейчас, в общем, про термины. Но если у вас крупный заголовок, делайте крупный текст. Тогда это справедливо. Когда у вас охрененно большой заголовок и маленький шрифт вот этого параграфа, это фигня полная. Там, может быть, была какая-то идея. И, ну, если вот так вот полистать, здесь нет врезок таких, знаете, как делают, допустим, не знаю, там плюсы и минусы этого, не знаю, этих страховок, да, сравниваются. И там такие врезки, типа фон делается зеленкий, и там перечисляется. Я вам покажу дальше. Примеры будут. Примеры, ребята, будут. Давайте последнее, о чем я скажу на этом сайте. Это не вот это вот, вот это вот меню. Ну, это обречение на то, чтобы им никогда не пользовались. Реально. Если вы делаете это мобильное меню, понимаете, это у вас десктоп, используйте десктоп по назначению, у вас широкие экраны. Вы делаете вот это меню, это значит, что вот сюда никто никогда в жизни не зайдет. Ну, зайдет, я преувеличиваю. Но не будет, человек никогда не узнает, что там, какие магазины, рынки. Здесь вообще вот эта сегментация еще по странам тоже. Вот такое. Если бы их вывести, да, вот так вот на нижнюю строку, так же Пукет, Паттайя там, просто вывести их, а не под меню прятать, мне кажется, больше было бы переходов туда. Потому что меню и что там, вот чего там, непонятно. Никто не запомнит никогда. Я закрыл, я закрыл, какая была третья страна, какой был третий год. Поедем дальше. Едем дальше. Значит, есть еще вот такой сайт у нас. Тоже это, по-моему, как раз оптимизированный, оптимизированный такой типа статейник, white label, что-то такое. Сейчас я посмотрю себе в подсказке, что я написал об этом сайте. Есть у нас emiratica.com, и здесь я просто похейчу дизайн, потому что в целом тут не то чтобы плохо, да, не то чтобы это плохо выглядит. Вот это вот серое меню, которое вообще не сочетается с фоном, который здесь ниже идет. Вот тут вот очень маленький отступ, да, вот сравните, вот тут отступ, и вот здесь вот огромный отступ. Насколько это? На все 200% он больше. Это такая, вы сейчас скажете, че? Какие отступы вообще-то? О чем я? Но поверьте, если у вас все вот так вот по центру, если у вас все приглажено, если у вас все на своих местах стоит, это выглядит лучше. А если это выглядит лучше, это значит, что пользователю будет приятнее находиться на сайте. Вот здесь вот этот отступ, вы знаете, он душит как-то вот все вот это. Вот вы понимаете, да, туры и вот нижняя часть формы, она больше по высоте, чем этот отступ. Это неправильно, ну, с точки зрения композиции, да. Это вам так. Вдруг вы сейчас увидите, о, боже, у меня так же, и сделаете это нормально. Фоны здесь тоже не очень удачно подобраны. Буквально там одна фотка, которая нормально выглядит, но вот эта фотка, например, плохо выглядит, потому что она очень шумная, очень акцентная. И фотки вот под такие проекты там будет, по-моему, на сайт с хорошими фотками или там с парой хороших фоток. Но в целом фотки... Вот это хорошее. Вот это реально хорошая фотка, потому что здесь ничего нет. Небо и офигенная башня. Отличная фотография, я бы только ее оставил. Понимаете, да? Если у вас вот такой шум на фоне, но вы отвлекаете от кнопки, ваша цель какая? Ваша цель, чтобы написать Дубай, написать 1 февраля, все, найти через 3 дня, я уже там отдыхаю. Но нет, у вас яркие картинки, которые... Ну, просто они отвлекают, поверьте, они отвлекают. Если у вас будут спокойные фотки, как там фотка с небом, она офигенная. Так, можете тогда просто делать фон цветом, а не фоткой. Ну, фотка интереснее. Фотка интереснее. Но у них, да, есть минусы. Они там, если они не оптимизированы, да даже если оптимизированы, они тормозят загрузку. Или их там пытаются затемнить, что делают сразу минус 10 баллов Гриффиндору за это. Ну, фотки клево. Вот честно, я бы, вот если бы делал такой сайт, я бы ставил фотки и акцентировался на чем-то одном. Ну, вот как здесь, да, Арабские Эмираты. Я бы акцентировался на Арабские Эмираты, подобрал самые офигенные фотки, какие-нибудь там... Там же очень крутые пустыни, да, офигенную пустыню бы поставил, офигенное море. Но чтобы это было нормально, чтобы видно было форму, чтобы видно был этот заголовок, а не вот это вот пестрящее, очень странное. Ну, это такое, что-то мы много, да, о фотке разговариваем. Вот эти кнопочки, ну, может быть. Не знаю, они как-то больше шумят, чем делают какую-то пользу, но может быть. Я ничего не могу сказать, хорошего или плохого про них. Сайт, конечно, тоже очень много такого шумящего, в нем нужно разбираться. Вот мы заходили на все пока, там не нужно разбираться. Там есть заголовок, там есть сегментированная информация, подана удобно. А здесь как-то, блин, читать надо, что-то разбираться. Гостиница, апартаменты, тут же экскурсии. Это все нерелевантно, понимаете? Вот мы зашли в Дубай, здесь даже статьи нет. Но это, в принципе, наверное, нормально для этой страницы. Есть же там всякие приколы, да, для поиска. Вот, может, это и норм. Но мне это вообще не нравится, потому что к этому нет никакой подводки. Для меня это просто блоки, которые друг по другу поставлены, и типа, ну, какое-то вообще бесполезное. Ну, вот с моей точки зрения, вообще бесполезно выглядит, неинтересно. Здесь есть статьи, я так понимаю, не просто оптимизированные, ну, типа, просто какие-то статьи. Но здесь есть прикольная штука. Во-первых, здесь прикольные фотки подобраны со стока бесплатного. Они очень красивые, такие стоковые, приятные. Ну, тут, если вы уже запомнили про ошибки, то мелкий текст, много слов в строку, нет заголовков. И, ну, и вообще видно, что эта статья, она такая, она не для людей написана, скорее всего. Поэтому, наверное, нет смысла здесь заострять внимание. Карточки, кстати, неплохо выглядят. И вообще, если заметите, да, наверное, даже плюс этих сайтов, что здесь нет вот этих поделиться. Никто не заморачивается этими звездочками, поделиться комментариями. И как намного чище выглядит. Давайте следующий. Вы остановились на путехот. Нет, не было такого. Еще один сайт. Он очень похож, кстати. Очень коротко про него скажу. Путеводитель по Дубаю. И здесь, это вообще, это просто какой-то набор ссылок. Это просто, я не знаю, как будто сайт все еще на реконструкции, на какой-то. И здесь, я даже не знаю, что здесь говорить. Вы и так уже все понимаете. Это просто какая-то хрень. И даже по сравнению, да, вот даже в сравнении, если зайти сюда, здесь есть поисковая форма, здесь есть хоть куда нажать, почитать, что к чему. Здесь вообще это просто ссылками оформлены. Ну, какой-то страх, если честно. Может быть, может быть, нужно просто украсть, да, уже готовое решение. У меня случайно отключился интернет. Просто так бывает. Так бывает. Мы продолжаем, где мы остановились, правильно? Вы же ничего еще не решили здесь. Путиход. Нет, сегодня не будет путихода, к сожалению. Но прикольная настойчивость. В общем, вы все поняли. С сайтом Дубая, в котором там был весь из ссылок, я не хочу на него заходить, нагнать на себя проклястья какие-то. Может, кто проклял мой интернет, ребят? Покажи проекты из категории «Сладкий пирожок». Хорошо. В общем, следующий проект есть у нас. Вот такой вот. Вот такой вот. Aviaall.ru. Что-то не показывается у меня. Не загружается окошко, чтобы увидеть экран. Как я вам буду описывать его? Странно, нет. Может быть, тогда перейдем к рекомендациям пока? Блин, ну сложно так, сложно. Давайте, давайте. Там довольно-таки много хороших примеров есть. Значит так, давайте по блогам. Делайте нормальные темы, во-первых. Выбирайте нормальные темы. Мы в чатике, в тележке уже выбрали тему. Да, она платная, но можно найти где-нибудь подешевле, возможно. Вот. Выбирайте нормальные темы. Вам не нужны эти сайт-бары. Уберите их нафиг вообще. Сайт-бар – это баннерная слепота. Все, забудьте о них. Сайт-бар – кусок бесполезности. Больше забудьте о них, короче. Просто забудьте. Берите нормальные темы, чтобы там были крупные заголовки, крупные картинки на весь экран и крупные параграфы. 18 пикселей шрифт и 7 слов в строку. Вот это просто вам, не знаю, прописные истины, которые вы запомните или запишите, и у вас будет прекрасный блог. Просто отличный. По тому, где найти дизайнера, тоже нужен видос. А если при 18-м шрифте больше 7 слов получает, даже больше шрифт? Чему? Ну, ты ширину адаптируешь, у тебя ширина определенная есть, ты делаешь 18-й шрифт, и ширину уже двигаешь, чтобы примерно 7, ну, 8 слов. Ты же не можешь, словашние одинаковые, как бы, количество букв в них. Примерно 7-8. Так, ответь, пожалуйста, обязательно ли придерживаться строгих цветовых правил и использовать только точно сгенерированную схему? Ну, про цвета чуть-чуть позже давайте. Давайте отложим этот вопрос про цветовые схемы там, долго обсуждать. Давайте я вам расскажу тогда такую вещь вообще про... Зачем вообще дизайн вам? И что к чему? В общем, на самом деле, как вы понимаете, без трафика и нет никакого смысла, даже если у вас будет самый красивый дизайн на свете, но если там нет ни одного пользователя, вы это сами понимаете, ничего вам не светит. Но, когда мы говорим о двух одинаковых сайтах, представим, два одинаковых сайта, одинаковый трафик, да, одинаковый. Если у одного сайта будет 40 плюс дизайн, как мы это выяснили, и у второго будет нормальный дизайн, чистый, с нормальными акцентами, где не будет ничего лишнего, поверьте, чистый, чистый дизайн выиграет вот просто в мясо. Поверьте мне. Потому что, если человеку удобнее, он будет пользоваться тем, что удобнее. Поэтому люди выдрачивают эти пиксели, делают удобно, делают, чтобы на мобиле там лишний раз меню не показывал, чтобы он скрывался при скролле и так далее, и так далее, и так далее. Куча мелочей. И вообще суть дизайна, она не в том, чтобы один раз в жизни сделать дизайн тему какую-нибудь и поставить ее, и быть довольным. Здесь нужно итеративно подходить к этому, потому что с первого раза, во-первых, не всегда хорошо получается. Ну, я вот на своей практике, наверное, ни разу не видел, что с первого раза получилось хорошо. Да, дело не в вебке, дело в сервисе. То есть сервис не позволяет нажать на кнопочку и использовать шаринг экрана. О чем я говорил? Я говорил об атеративном подходе. В общем-то, с первого раза у вас никогда не получится, даже не надейтесь на это. Делайте как? Нанимайте дизайнера. Окей, если у вас нет денег на дизайнера, учитесь сами. Это основы не так сложно выучить. Вот. Вы, в принципе, на каком-то базовом уровне легко сможете сделать. Назови крутые сайты, на которых стоит равняться. Вот давайте я вам скину ссылку на реально офигенный крутой блог. Вот блог, всем блогам блог. Там мало статей, но как они оформлены, как эти карточки сделаны, это просто отвал башки. Сейчас. Да, я вот скинул вам ссылку. Vastric.ru. Офигенный. Да, он не афилиатский проект. Вы сейчас скажете, ну, во, афилиатов нет такого. Да их нет, потому что так никто не делает. Если бы вы так делали, вы бы уже давно были все миллионерами. Потому что это действительно очень качественно, это божественно, это офигенно. И вы можете так же. Ну, если вы путешествуете, можете, у вас хороший слог, например. Вы точно можете так же. Но вам мешает чертов дизайн, который вы сделали 10 лет назад. Итак. Усё завтра запилим. Отлично. Я про всё. Там всё идеально. Вот vastric.ru. Просто берите и воруйте. Прекрасный пример того, как должна выглядеть главное. Только контент. Ничего, никаких сайт-баров, ничего нет. Внутри только статья и больше ничего. Это идеально. Так должно быть везде. Я был бы счастлив, если бы все блоги так выглядели. Ещё хороший пример – это Тинькофф журнал. Но мы обсуждали это и в Телеграм-чате, что вот, Тинькофф журнал, у них там бюджет, у них редактора и так далее. Ну, справедливо, да. Но дизайн – это всё-таки такая штука фундаментальная. Её как бы сделал, чуть-чуть подулучшил, и она вот, она есть. А то, что там редактора над этим работают, ну, это уже вопрос масштабирования. Если у вас большой проект, вы тоже можете в какой-то момент писать много. Вот. Тинькофф журнал офигенно выглядит, очень клёвый, там есть идеи. Но Виктор со мной не согласится, у него там есть сайтик. Я не помню домина, но, в общем, есть люди, которые со мной не согласны, это нормально. Так, про хорошее сказал. Про хорошее сказал. Что ещё? В общем-то, я хочу свою мысль закончить. Делайте итеративно. Берите часть своего сайта, допустим, не знаю, главную страницу, и посмотрите, что там лишнее. Ну, вот на первое представление. Что там, чёрт возьми, лишнее? Если вы увидите, что вас там поделится в соцсетях, если вы увидите, что у вас сайт бар с кучей виджетов, удалите нафиг. Это уже первый шаг к тому, чтобы сделать лучше. Дальше мелочи. Оточите разные мелочи, чтобы меню было удобно. Чтобы меню было не просто иконка, меню и кнопка, а чтобы это было доступно, чтобы легко это было выучить, отлично переходить по этим линкам, чтобы это было релевантно, удобно и красиво, а не просто кнопка или тысяча кнопок, как там вот этот авиаол.ру, который хотел показать. Там вообще не то, что с двух сторон ссылки, там с пяти сторон, с пяти углов ссылки. Это просто ужасно выглядит. Вот. В общем, итеративно улучшайте. По поводу дизайнеров, здесь сложно на самом деле рассказывать, типа, как вам делать задачи дизайнеру, как понять, что у меня плохо на сайте, что хорошо. Но это точно не для вебчика, как бы не для такого формата. Это скорее нужно, опять же, сидеть там в телеграм-чатике и общаться итеративно, опять же. То есть вы пришли с проблемами, решили проблему, вот у вас стало чуть-чуть лучше. И так там в течение года вы даже не узнаете, как ваш сайт поменялся, насколько сильно. Давайте это по вопросам, потому что как найти дизайнера... Я могу дать... Давайте я вам дам ссылку. Дам ссылку. Где вообще их искать? Конечно, хорошо найти дизайнера там... Ну, типа, не там, а спросить у своих друзей. Может быть, они знают дизайнера, который им что-то делал, потому что найти прям надежного исполнителя это не всегда удобно. Вы, наверное, с этим сталкивались, допустим, заказывая, не знаю, может быть, тексты или еще что-то, каких-то фрилансеров, которые пропадают на миллион лет и с деньгами исчезают. Ну, в общем-то, ничего хорошего. У всех такой опыт был, наверное. Сейчас я вам попробую скинуть ссылочку, где найти дизайнера. Опять же, он может быть такой хороший, но это просто площадка дизайнеров, где вы можете что-то подыскать. Надеюсь, ссылка будет работать правильно. Итак, behans.net – это там серч по проектам, по категории веб-дизайн и по категории недавно опубликованной. Почему именно такая ссылка? Почему не просто behans.net, допустим? Потому что на главной странице там топы, да? Там топы, которые, ну, скорее всего, никому недоступны, у них либо свои проекты, либо они стоят под 3000 баксов за час своей работы, это не совсем то, что нам нужно. А вот по этой ссылке вы переходите, ну, найдите для начала сайт там, русский, да, сайт, и покликайте, какие вам нравятся, где нет вот этих лишних акцентов, где нет пестрости вот этой, где, если это кнопка, то она куда-то ведет, она яркая, ее видно, ее ничто не затмевает. Это будет отличный сигнал того, что дизайн хороший. Вот. Находите русских исполнителей и пишите им. У них мало лайков, у них нет просмотров. Скорее всего, они вам ответят и будут очень рады. По ценам, ну, давайте так, хороший средний дизайнер-фрилансер стоит где-то 15 долларов в час. Вы можете найти за 10 долларов в час, это тоже будет нормально. И совсем дешевых, ну, типа там, не знаю, 100 рублей в час, 200 рублей в час. Ну, подумайте о том, что, да, это будет новичок, да, это будет дешево, но он и потратит больше времени, чем опытный дизайнер. Ну, и плюс может на косяк опорить вам. Ну, и опытный тоже может на косяк опорить, так что здесь не сильно-то вы защищены. У кого какие бюджеты, можете договориться с дизайнером. Можете ему написать, типа, го, замутим проект. Это тоже очень круто. И такой дизайнер, если вы готовы делиться деньгами комиссии своей, которую вы получаете с trial payouts, многие будут заинтересованы, потому что кто-то вообще с этого ничего не зарабатывает, но они хорошо выглядят, ну, их дизайны хорошо выглядят или там сносно, допустим. Клево их подрубить на такие задачи. Но сразу говорю, что в чаты, допустим, дизайнерские чаты, это лучше не писать, потому что вас просто захейтят. Типа, ты что, офигел, бесплатные дизайнеры? Пошел вон сюда. Скажут примерно так. Вот. Но пишите, общайтесь, и просто подбирайте тех, кто вам, ну, больше нравится. Вот на этой страничке Беханса. Там, да, там дизайнеры не ловят звезд с неба, они такие, типа, среднячки. Но вам и не нужно, вам и не нужно быть прям суперпрофессионально выглядящим. Итак, итак, quark.ru. Не знаю, я на нем не сижу, поэтому я не могу сказать. Давайте, наверное, по вопросам. Я вот тут вижу что-то. На Вастрике всех стрельцах огромная картинка впереди. Поисковики не рекомендуют такое. Не знаю про поисковики, типа, что на первом экране нет контента. Возможно, но в случае Вастрика у него не поисковый... Это не поисковый проект, это уже просто очень известный человек, и поэтому он может себе это позволить. Вы можете так не делать. Напишите первый параграф, первую страницу с нормальным h1, все как положено. Ничто мне мешает поставить эту страницу следующей, ну, просто крупную картинку, не обязательно даже на весь экран. Красивый, но с точки зрения оптимизации все ужасно. Там 10 стилей, скриптов, шрифтов, штук 30 загружается. Вон, загрузка занимает 1-2 минуты. Возможно. Возможно. У меня, кстати, он быстро довольно загружается. Кстати, Flot.ru офигенный. Он у меня был в списке, пока у нас не зафокапился доступ. Flot.ru, можете зайти на этот сайт, посмотреть. Офигенный, офигенно выглядящий. Там есть крутые идеи. И видно, что там дизайнер работал. И там даже видно... Там даже подпись есть, типа, что это поиск дешевых хайп-билетов с любовью, дизайном и всем остальным. Это прям про дизайн написано. Да-да-да, этот сайт. Очень прикольно выглядит. Там прикольная фишка с историей поиска. Вы можете сделать поиск и потом вернуться на главную. У вас будет снизу плашечка вашего поиска и там цена билета. Очень прикольная идея. Она вроде даже на VSS когда-то была. Да, в общем, Flot.ru это то, на что вы можете тоже опираться. Там мне там не все нравится, но в целом это очень клевый сайтик. И с него тоже можете воровать. Ответь, пожалуйста, обязательно придерживаться строгих цветовых правил и использовать только точно сгенерированную схему инструментами color-shape.ru. Допустимо их подбирать на глаз или менять оттенки под свой вкус и цвет. В общем-то, я реально задавался вопросом генерации цветов. И ни один сервис, вот просто ни одного сервиса в интернете нет, который даст вам хорошую схему цветовую. Просто это невозможно. Потому что это машина, которая вообще ни хрена не учитывает того, как вы будете использовать эти цвета. Какую схему использовать? Идите в iOS, открывайте стандартное приложение, копируйте оттуда все цвета. Поверьте, это будет идеально. Вот так же, как они там используются. Используйте у себя на сайте. Будет просто прекрасно. В iOS можете скриншоты посмотреть, можете скачать. Есть паки, просто пишите iOS 12 UIKit. Да, я его сейчас вам напишу даже. Или уже 13, допустим. Сейчас я вам напишу iOS 13 UIKit. И просто качайте там. Ну, конечно, потребуется программа типа Figma или Sketch или Photoshop. Вряд ли. Ну, вам даже скриншота хватит, чтобы просто скопировать оттуда цветовую схему. Потому что все эти генераторы, они построены либо на градациях, типа вот есть абсолютный синий и там минус 10% он темнее синий. Минус 10% он еще темнее синий. Это все механическая такая градация цветовая. Это просто невозможно. Ну и что вы будете делать? Что вы будете делать со 100% синим и 80% синим? Да нифига вы не сделаете. Поэтому только свои цвета и даже на глаз намного лучше подбирать, если вы примерно понимаете, как это делается, чтобы это было удобно. Вот допустим, допустим, посмотрите на GetResponse и вот внизу, или даже не внизу, вот сверху у вас написано дизайн-прожарка с TravelPayouts. Прошу прощения. У вас написано дизайн-прожарка с TravelPayouts. Напишите плюс в чат. Вот, возможно, вам нормально видно, но на самом деле здесь сразу видно, что это низкий контраст. Я вот сейчас ничем не измерял, но, в принципе, вам на глаз видно, что это такая инфа, может быть, она не очень важна, поэтому она такая немножко прозрачная. Но это низкий контраст. Это такая тоже проблема, вот как есть высокий контраст с оранжевыми заголовками, которые мы видели, и с крупными шрифтами. Также здесь это низкий контраст. Низкий контраст – это еще хуже, потому что люди с чуть-чуть плохим зрением уже плохо его читают, и если вы сделаете важный контент с низким контрастом, вы потеряетесь аудиторию. Проверить, кстати, контраст очень просто. Нажмите сейчас правой мыши на, если вы в хроме, правой мыши на TravelPayouts, дизайн-прожарка с TravelPayouts. Вот этот инспектор, откройте инспектор. Там есть в левом верхнем углу есть такая стрелочка с квадратиком, и наведите на этот текст, и увидите, что контраст там с оценкой 2.19. Вы открыли инспектор, в самом верхнем левом углу есть такая квадратик и стрелочка, и наведите этой стрелочкой на строку, увидите контраст 2.19. Это значит, что контраста нафиг не хватает, потому что хороший контраст начинается от 4. То есть оценка 4 – это круто. Оценка ниже 3.5 – уже считайте, что вы промазали по контрасту. Это такая штука. Можете загуглить цветовой контраст, или давайте я вам дам еще сайт. Контраст чекер. Максимального нет. То есть 4 минимум, максимальное, все, что выше, это значит, чем выше, тем доступнее. Ну, то есть до абсолютного черного. Типа черный на белом – это абсолютный контраст. Типа ярче уже невозможно. Вот я вам дал ссылку. Вы можете зайти. Там первая строчка текста. Вы вбиваете цвет своего текста. Вторую строчку – бэкграунд. Цвет своего фона. И получаете оценку контраста. Если вы получаете 4, вы молодец. Если вы получаете меньше 4, вы не молодец. Ну, в общем, дерзайте. Делайте контрасты хорошие. Это такой маленький прикол, который поможет вам делать свои дизайны осмысленнее. Например, почему здесь такой серый? Потому что он там не нужен, он там с контрастом 4. Типа его и видно, и не видно. Есть хороший совет по тому, как лучше делать темные темы. Темные темы. Да как их делать? Просто не делать черный, прям абсолютно черный. Об этом на vc.ru написано. Можно загуглить. Довольно просто. Не делать абсолютно черный фон и не делать абсолютно белый текст. Если вы делаете прям везде белый-белый текст, он будет немного резать глаза. На черном, потому что это максимальный контраст. Если вы делаете темно-синий и белый текст, уже не будет резать глаза, потому что контраст снижается. Вот о чем мы только что говорили. Можете померить темно-синий и белый текст. И белый текст абсолютно черный. Вы получите разные значения контраста. Чем контрастнее, тем реже глаза больше. Ну что, у нас вопросы кончились, да? У вас вопросов нет? Список сайтов, которые я хотел зреть. Их там осталось... Сколько их осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать сайтов еще. Одиннадцать сайтов мы не смогли посмотреть. Ужас какой. Давайте сделаем еще одну прожарку. Ну, я скину хорошие примеры, в общем. И, может быть, они попадут на какую-нибудь следующую прожарку. Спасибо большое, что были с нами. Сорян, что получилось так с GetResponse, с моим интернетом в том числе. Заходите в Telegram-канал и увидимся. Всем спасибо. Пока. Пока. Пока.